С 28 сентября по 4 октября вооруженными силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты нефтегазовой отрасли, энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов. Кроме того, поражались арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений вооруженных сил Украины, националистических формирований иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Воссевер» продолжили проведение операции по уничтожению формирований вооруженных сил Украины в Курской области, ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии, по районам сосредоточения личного состава и техники 5 механизированных, танковой, 3 десантно-штурмовых бригад вооруженных сил Украины, Бригады морской пехоты и пяти бригад терробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника. На Волчанском и Лепсовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотный, десантно-штурмовый бригад вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и двух бригад терробороны. За неделю в зоне ответственности группировки ВОС «Север» потери противника составили свыше 3050 военнослужащих, 4 танка, 43 боевые бронированные машины, из них 2 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и 77 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, а также 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделениями группировки ВОС «Запад» в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населенные пункты Макеевка, Луганской Народной Республики и Вишневое Харьковской области. Нанесли поражение формированием шести механизированных танковой штурмовой бригад вооруженных сил Украины, двух бригад терробороны и бригады нацгвардии. Отражены 11 контратак штурмовых подразделений вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 2880 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, из них 3 бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии. В том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм, поставленных вооруженным силам Украины странами НАТО. Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Верхнекаменская ДНР. Нанесено поражение живой силой техники четырех механизированных, мотопехотной, двухпехотных, горно-штурмовой, аэромобильной бригады вооруженных сил Украины, бригады террообороны и бригады нацгвардии. Отражены 20 контратак штурмовых подразделений вооруженных сил Украины. За неделю противник на данном направлении потерял до 5 110 военнослужащих. Два танка, три боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, из них 30 западного производства. Уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами. Решителями действия группировки «Войц-Центр» освобождены населенные пункты Нелеповка и Крутой Яр ДНР. Нанесено поражение формированием пяти механизированных, пехотной, двухъегерских, штурмовой, воздушно-десантной, десантно-штурмовых бригад вооруженных сил Украины, двух бригад террообороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 48 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 4210 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск-Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт «Углидар» ДНР. Нанесено поражение живой силе и техники, механизированный, мотопехотный бригад вооруженных сил Украины, трех бригад террообороны и бригада нацгвардии. Отразили 10 контратак штурмовых подразделений вооруженных сил Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 890 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, а также 8 полевых складов с боеприпасами. Подразделениями группировки «Вознепр» нанесено поражение формированием пехотной бригады вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, бригады береговой обороны, трех бригад террообороны и бригады нацгвардии. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 510 военнослужащих, два танка, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 7 оперативно-тактических ракет «Атакам» с производства США, 6 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 22 реактивных снаряда «Хаммер» с производства США, а также 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта «Углидар» Донецкой народной республики. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 646 самолетов, 283 вертолета, 32 816 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 524 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 915 единиц специальной военной автомобильной техники.